Это видео плод трудов сообщества юных и талантливых скейтеров Тамбова. Себя они называют пацаны Свернадского. Один из них 16-летний Иван. Парень гоняет на доске уже два года. Однажды увидел подборку трюков от профессионалов и сразу загорелся желанием повторить. Основу схватил быстро, учащий у старших товарищей в скейт-парке. База вообще это флет-трюки, флет-трюки. Это те трюки, которые делаются на земле, не на фигурах. База состоит из, по-моему, пяти трюков. Обычный прыжок, от которого идут уже все трюки. Вид спорта очень травмоопасный. Травмы, да, конечно, были. За три года их накопилось очень много. Таких, как Иван, ребят с серьезным отношением к скейтборду, в областном центре несколько десятков. Вместе их собирают соревнования. Или, как их называют, контесты. Судьи оценивают цепочки сложных трюков и качество их исполнения. Тренируются тоже вместе. Скейт-парков в Тамбове немного. Площадка в парке «Дружба» – одна из лучших. Для любителей добавляют скейтеры. Профессионально расти дальше на ней сложно. Асфальт, на самом деле, он очень сильно коцается и отдает в ноги при езде. На бетонной поверхности можно проскальзывать больше, так как он скользкий, и на нем можно поворачивать очень хорошо трюки. Дальше бетонные стрит-клазы, они отличаются тем, что там находятся фигуры. Стрит – это уличные фигуры, то есть ступени, перилы. И, в принципе, это более долговечный скейт-парк, нежели деревянный. Сердобольные горожане и коммунальные службы часто критикуют экстремалов, называя последних вандалами. Мол, скейтеры катаются по мраморным парапетам памятников и скалывают плитку. Как нам рассказали, вред покрытию наносят неопытные спортсмены, которым сложно рассчитать силу прыжка. Кирилл катается на доске уже третий год. Ну и на этом агрегате практически летает, вы видели. Я доску вижу не первый раз, но становиться или, не дай бог, что-то изображать на ней никогда не пробовал, но никогда не поздно научиться. С чего можно начать? Можно учиться поднимать доску, это делается резким нажатием на тейл, то есть конец доски, и она сама отрицает уже в руку. Резко? Да. Как-то так. В мировом сообществе скейтбордистов спортсмены из России добиваются больших успехов. Пацаны с Вернацкого подумывают о создании региональной спортивной федерации. Между прочим, в этом году скейтбординг дебютирует как олимпийский вид спорта на ближайшей летней Олимпиаде в Токио. Павел Герасов, Станислав Попов, Анамусатова, Область новостей.